Только байкер может положить на одни весы жизнь и скорость. Только байкеру подвластны любые стихии. И в дождь, и в жару он не расстается со своим любимым железным конем и ждет приключений и новых эмоций. Именно такие они – участники ежегодного байк-фестиваля, который на протяжении 16 лет принимает наш пограничный город. Мотофорум уже давно зарекомендовал себя как одно из крупнейших событий на территории СНГ. И в этом году его проведение совпало с еще одним праздником – Днем Пограничника. Прежде всего поздравляю байкеров-пограничников. Я уверен, что они здесь есть. Затем я поздравляю байкеров, потому что мы очень рады видеть их в нашем городе. И тысячи людей, которые вышли на улицы, их приветствовать тому подтверждение. С каждым годом Брест круче проводит этот праздник. И я уверен, что так будет и впредь. Байкерской жизнью живут люди разных возрастов и профессий. Здесь есть и банкиры, и юристы, и строители, и врачи. Рассказывают, всех объединяют общие ценности и взгляды. А еще большая любовь к свободе, вольному ветру и тяга к приключениям. А для этого нужно не только желание, но и правильное особенное снаряжение. На мне просто летняя куртка с защитой обязательно, жилеточка. Ну и джинсы тоже специальные с защитой. В общем-то все, как на мой взгляд должен, человек на мотоцикле должен так и ездить. Безопасность, наверное, прежде всего. Жарко? Жарко, но безопасность прежде всего. Площадка перед Ледовым дворцом в этот раз напоминала настоящую выставку. Здесь было место и со всем новеньким экспонатом, и настоящим раритетом, собранным любителями в гаражах и подвалах. Кроме того, организаторы подготовили разноплановую концертную и конкурсную программу. Мы всегда стараемся улучшить сервис для наших гостей, сделать Брест еще более гостеприимным и привлекательным для наших гостей. В этом году у нас федлайнеры Чечерина и Дай дорогу. Традиционно Брест радует всех своим гостеприимствам. Ветер на шоссе, рев мотора, сила и мощь техники и ее водителей. Романтика движения, основанного в 50-х годах прошлого века в США, и сегодня не теряет своей популярности. А значит, будут и новые мото-маршруты, и новые интересные фестивали и праздники.